Землетрясение было такой силой, что оно подкидывало машины от земли, от асфальта. Ну, вот представьте, вы лишились дома работы семьи родных близких, и вам дали 300 евро, это вам сильно поможет. Но на практике, то, что мы слышали от людей, это приезжали в соответствующие инстанции, сделали фотографии, выкинули в перемешку с этими палатками какие-то там продукты, какую-то одежду, просто как собакам, и уехали. Вот вся помощь, которая была оказана, в первых, извините за детали, в городе просто несколькими пахнет мертвичиной. Ну, потому что огромное количество людей, находящихся под бетонными завалами, с переломанными конечностями, раздавленными животами, головами. Ну, представляете, что это за месяц их. И ты по этому городу идешь, в СМИ так все не показывают. В СМИ показывают культурную картинку, какой-то замечательный политик. Приехал, дал там тортик, спас ребеночка, замечательно, класс. Вот то, что происходило на самом деле, то, что нам в своих телефонов показывали люди, фильм ужасов, это просто детский сказ. Но приехало 20 тысяч человек. Стоит отметить, что многие из них приехали через неделю или через две. Почему? Потому что это время ушло на согласование. По официальным отчетам общественных международных организаций, им необходимо было бы время, чтобы выявить потребности пострадавших людей и понять, какую им необходимо оказать помощь. То есть этот бюрократический маразм, в прямом смысле слова, каждый день утреки люди без еды, без воды. В большинстве своем с переломанными конечностями, под бетонными завалами. На улице в то время было минус 5, минус 10. Представляете себе, да, что происходило. И по заявлениям турецкого сейсмолога Ахмеда Эджана, 180 тысяч человек после землетрясения находились под завалом. Это то, что открыто, то, что официально. И скольких из них удалось вытащить? Вот считаем, приехало 20 тысяч спасателей. У нас 20 тысяч домов разрушено полностью до оснований. Это по одному спасателю на дом. По одному человеку на дом. В сети есть большое количество видео людей, которые жалуются, что спасатели приезжают, говорят, мы вам поможем ждить и уезжают. И такого очень много. Продолжение следует...